Друган Костян Друган Костян Друган Костян погрызли за 20 лет мыши поэтому тут уже даже непонятно где ее заклеивать еще одна небольшая и особенность она капсдец какая тяжелая то есть чтобы понимали вот здесь вот есть кольцо и прям мне прям пальцы отрезает то есть она тяжелая она весит я 70 килограмм наверное вот кажется вот резиновая у нее вставное дно есть из трехсекционная из какого-то непонятного материала он это оргалит какой-то но она капец какая тяжелая она весельная и собственно и собирать ее по большему счету геморрой на ну и она несмотря на то что она с трансом то есть на нее можно нацепить моторчик она как бы не очень быстро с моторчиком особенно если он маломощный плавает за счет того что она вот такая вот широченная ну и собственно ремонтите сколько на ней заплаток если посчитать сколько на ней заплаток можно шизануться есть вторая лодочка вот такая вот клёпаная лодочка но она собственно тоже весельная адски неудобная и у нее как вы можете посмотреть есть один огромный минус у нее нету транса то есть вы не можете поставить на нее никакой мотор ну либо туда нужно прикручивать какую-то доску ну и чем я не люблю клёпаные лодки так это тем что есть она отклипалась ее нужно паять перепрепаять геморрой но он несмотря на это она как бы на ходу но и самое важное если вот эту лодочку еще можно как-то раз в полгода надуть запихать в багажник и поехать на какое-нибудь большое озеро у нас тут есть маленькое озеро недалеко от дома но типа тут ничего особо интересного помимо щук там подлещиков не ловится поэтому чтобы доехать до более крупного озера нужно там 15-20 километров на машине прокатить а для паянной вот этой клёпаной лодки для нее само собой нужен прицеп то есть это сразу же отказать поэтому я говорю чуваки денег мне не надо пришлите лодку я ее бате подарю уже как бы типа подарил на день рождения мы и правда еще не распаковали но вот вам ряд определенных требований вот кстати пруф что мы еще не распаковали она действительно вот такая вот вся замотанная я не знаю чё там а требования были очень простые первое лодка должна быть надувной второе лодка должна быть легкой третье лодка должна быть заточена под одного рыбака то есть возможно если там батя хочет покатать мою маму там или еще что-то или я хочу с ним порыбачить то там должно должна быть возможность помещаться двум людям но в целом это должна быть по большему счету одноместная лодка четвертое там должны быть специальные разъемы для спиннингов чтобы батя а его любимые способ рыбалки это на дорожку то есть ты вставляешь спиннинг и за собой тащишь блесну он должен иметь возможность вот так вот ногой спиннинги не прижимать вот здесь вот например на этой лодке ничего подобного нет и самое главное там должен быть транец транец вот то есть должна быть возможность поставить мотор почему потому что я недавно бате купил маленький электро мотор это вот такой вот немощный моторчик торки до 1003 но про него мы снимем отдельное видео его я купил за свои бабки достаточно дорогая игрушка если интересно пишите в комментах я собственно сделаю на него обзор но сейчас о нем рассказывать отдельно не будем потому что видос конкретно про лодку но эта лодка конкретно я сказал сделайте ее так чтобы вот на этом моторе было просто четенько и зашибись и быстро и шестое она должна быть узкой объясню почему мотор ты не будешь использовать какой-то супер протоки которая заводнена морская заводнена протока короче которая захламлена всякими кувшинками она само собой все на мотор наматывается или например мотор может сесть и тогда ты само собой будешь не руками все это дело черпать вот к берегу вот так а лодка должна быть узкой во-первых потому что это само собой будет меньше уменьшает сопротивление то есть она возможно даже будет глиссировать что вряд ли потому что мотор маломощный но дело не в этом дело в том что если лодка узкая то есть возможность использовать вот такое вот байдар очное весло она за всякую тину кувшинки и всякую фиговину цепляется гораздо меньше и собственно есть она уже то и ехать ты будешь на весле байдар очном быстрее то есть сел мотор или ты видишь что какая-то протока с кучей кувшинок вывезло вот так Не знаю, оно даже собирается, собрал его быстренько и погреб. Ну и сейчас мы, друзья, узнаем хоть одно требование из тех, что я назвал, здесь соблюдено или нет. Потому что как это приехало в этом полиэтилене, так на дачу я и отвез. Потому что смысла в городе распаковывать не было. Нафиг мне распакованная надувная лодка в городе. Окей. Собственно, в полиэтилене оказался вот такой вот, мне кажется, что это рюкзак. Тут у него даже есть лямки. Но это явно удобно, чем руками тащить вот эту вот лодку резиновую. Ладненько. Не, так в целом сделано удобно. Вес где-то килограмм, вот всего этого мешка где-то килограмм 50, наверное, или типа того. Посмотрим, что там. Также, если что, есть обычная ручка. Прорезиненная, удобно. Так, я так понял, что открывается она вот здесь. Так что я просто вот так сделаю. Отлично. Вот так сделаю и ее распакую. Насосик. А, здесь есть весло. Здесь есть пластиковое весло. Мое, видимо, алюминиевое не понадобится. Наверное, это более современное что-то. Так, что это такое? Ремонтный комплект, если вы на пароле фиг знает на что. Ага, транец есть. Собственно, вот он. Транец несъемный, стройный. Но это хорошо, он будет жестче. Так. И, собственно, название нашего катабайда. Эта штука, как мне сказали, называется катабайдом. То есть такая полубайдарка, полулодка. И для этого самого, и для мотора, и для всего. И название мне сделали. Я говорю, батя, давай сделаем название какое-нибудь лютое. Типа там, дыра невезения. Но он говорит, давай, пускай лодочка называется удача. Вы, если заказываете у тайм-триала лодку или какое-то оборудование, они вам нанесут название. Тщательно нанесут название вашей лодки. Так, что я еще сразу вижу? Я вижу специальный фартук. Для того, чтобы, если вы с волнами идете, то вас не заливало. Это тоже очень здорово, что его не нужно натягивать, он здесь встроенный. Но подарок это не мой, в смысле, не мне. Поэтому я считаю, что я искренне заслужил выпить пивка и сделать тайм-лапс, как батя ее надует. Я молодец! Собственно, собрали мы чудесный батин-катабайт. Первое впечатление... Кобздец, какой он легкий! Это вообще... То есть я, конечно, понимаю, что вот эта вот старая резина, которой 20 лет, а это, типа, суперкрутое, прочное ПВХ, полимеры и все дела, но... Короче, вот эта штуковина весит килограмм 70-80. Вот типа того. Вот это 17. Чтоб вы понимали, чтобы вы понимали. Вот насчет 17, это вообще не шутка. Показываю. Вот, вот, смотрите. Беру. Рили? Рили? Это просто... Ну, то есть после вот той лодки... Народ, мизинцем. Народ, просто мизинцем. 17 килограмм. То есть два человека ее... Вот эту таскать действительно нужно два человека, либо одному очень тяжело ее на себя взваливать. Такое ощущение, как будто она не весит вообще ничего. То есть просто зацените, зацените. Сидушка очень плотная, регулируется. Я подстроил под себя. Она как бы такая жесткая, с упором. Из нюансов. Синтетические тросы, супер прочные по бокам. Прямо зверские какие-то. Действительно, четыре держателя для спиннингов. Вот, такие трубки. Плотно сюда входят. И два сзади. Если вы вдруг проходили пороги и набрали воды, или пошел дождь, начерпали. Здесь есть вот такой клапан. Это именно клапан. То есть это не дырка открывается, это клапан. Вот здесь можно его вот так вынуть. И это клапан, который выпускает воду только в ту сторону. Но на всякий случай лучше его еще резиновой пробкой вот этой закрыть. Не знаю, народ. Пока что впечатление, это кобздец, какая качественная штуковина. У нее даже есть специальный фартук, который противозачерпывающий. Против волн куча каких-то креплений. Я как бы не профи даже в этом, но я думаю, что она будет быстро фигачить. Давайте спустим на воду. Ну а что сказать, они 17 лет этим занимаются. Они занимаются производством из ПВХ 17 лет. Ладно, пора спускать все это дело на воду. Посмотреть, как оно, собственно, плывет пока что без мотора. Потом навесим мотор. Микросправочка, почему все так классно сделано и здорово подогнано. Потому что основатель компании, вот этой вот компании, которая делает вот такие чудесные лодочки. Он капитан команды Неватур. Это типа рафтинговая команда, у которой 15 медалей за участие во всяком. Я там как бы особо не разбирался, но вот этот мужик понимает в рафтинге и в лодочках. Вот понимает, это мало сказано. Поэтому здесь прямо все на своих местах. Спускаем. Сидеть довольно-таки комфортно. Ощущение, я бы сюда еще пеночку подложил. Ощущение такое, что откидываешься. Можно даже, наверное, под спинный баллон подздуть. И благодаря вот этому байдарочному веслу, я сейчас полностью грибу во всякой тине и кувшинках. И у меня с этим нет никаких проблем. Прям вообще никаких. Просто обалдеть. Не, народ, батя реально счастлив. Если счастлив батя, то счастлив я. Я ни за что просто не могу зацепиться. Настолько, настолько здесь толстое дно. Это реально ощущение, что у меня все, все в 10 сантиметрах над водой. Теплая сидушка, плотная, надутая. Не знаю, для рыбалки я даже не знаю, что лучше. И жизнь хороша, и жить хорошо. Поехали. В общем, народ, какие дела? Очень хочется до чего-нибудь докопаться. Но я не знаю до чего. Да, это не совсем байдарка. То есть, если брать перемещение, чисто весельное перемещение, оно, кстати, вот так удобно крепится, я понял, для чего это резинка. Ты такой оп, весло, и закрепил. Перемещение на огромное расстояние на веслах, то, наверное, нужно брать классическую байдарку. Вот эту вот тоненькую, узенькую, суперверткую. В этой лодке, кстати, спокойно можно встать. Ну, то есть, если ты более-менее держишь баланс, ты можешь в ней встать, походить, там, что-то взять, там. Ну, ты не перевернешься. Если супер далеко и на веслах, наверное, нужно брать байдарку. Если рыбалка с пятью людьми, с моторным, значит, с бензиновым мотором, то, наверное, нужно что-то уже более вот такое, вот там, с каркасами. Но для тех целей, которые вот я поставил перед людьми, когда они сказали, хочешь лодку, для этих целей эта лодка идеальна. То есть, это так называемый катабайт. Она не особо верткая. Она от крайне маломощного мотора, здесь, по-моему, три или четыре лошади, даже меньше четырех лошадей здесь на бензиновый пересчет. Она достаточно быстро фигачит. Она легкая, как пушинка. Сюда можно и какое-то оборудование сложить, там, рюкзак, рыбу, приманки. Здесь четыре, четыре разъема под спиннинги. Все это весит, ну, без мотора, само собой, 17 килограмм. Я фиг знает народ. У меня такое впечатление, знаете, как будто типа вот девайс, заказанный идеально для тебя. Вот как я заказал, по всем этим параметрам, вот оно по всем этим параметрам подходит. Да, кстати, здесь перед трансом установлены две полоски с люверсами. То есть, если у вас есть какой-нибудь аккум, например, здесь это встроенный маленький аккум достаточно, то есть там кетра 40 на нем можно проплыть. Если вы далеко собрались, то здесь можно установить вот такой тяговый аккум огромный, или, например, канистру с бензином. То есть здесь все продумано. Ну и честно вам скажу, если кто нашел вот на видео, да че, да еб***ь, пишите в комменты, да чего, да еб***ь, я им все передам. Чего здесь не хватает? Чего здесь нет? Чего хотелось бы увидеть? Я не знаю. Чуваки делают надувное оборудование, лодочки от там плавсредств от трех килограмм до гигантских катамаранов под там сотню килограмм. То есть они делают практически все. Все сделано великолепно, проклеено, прошито. Я не вижу здесь ничего. Вот, знаете, мелких косяков, типа, что-то травит, но это совсем жопот, тогда бы вообще этот обзор не вышел. Какие-то вот мелкие, плохо проклеено, что-то отстает. Вот здесь нифига этого нет. Все просто, просто вот монолитное. Ну и напоминаю, что если вам нужно не такое, а что-то другое, то ссылка находится в описании. Заказывайте под себя, под трех человек, под четырех, под пять, под шесть моторов. Воздушный шар, я не знаю, чего вам надо, короче. Огромное спасибо компании Time Trial. То, что подогнали, топ кек. Прям вообще, два пальца вверх. И огромное спасибо, само собой, кто ставит пальцы вверх, оставляет комментарий, подписывается на канал. Кому нужна такая лодка, ссылка в описании. Всем пока. По поводу мотора, будет отдельный видосик, мы сейчас прямо будем его записывать, но просто, чтобы не перебивать, все-таки это про лодку, заслали ее бесплатно, ссылка в описании. Про мотор, я не знаю, короче, народ, пишите, если вам интересно услышать, что это такое за штуковина, и почему, и чтобы что. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok